Советник президента офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и пиар-дарования. На сей раз выданные им перлы касались отступления ВСУ из Лисичанска и Северодонецка. Арестович назвал произошедшее «успешной военной операцией», одним из достижений которой стал сломанный красноармейский стереотип «не шагу назад». В целом же, по оценке политика, произошло рождение украинской военной школы. Причем в кои-то веки мы снова сделали их красиво. Надо понимать, это он про Россию. Да уж, украинская пропаганда является собой удивительный феномен, в котором переплетены запредельная агрессивность внушения и совершенно открытое, даже подчеркнутое презрение к аудитории, на которую она работает. Презрение к собственному обществу. Да, пропаганда может лгать, но на практике это может принимать самые разнообразные формы от умалчивания до переворачивания ситуации с ног на голову. В последнем тоже в целом нет ничего сверхъестественного. Но все-таки имеются различия, поскольку перегибание палки тут может обеспечить эффект бумеранга. Например, в случае с якобы имевшимся оружием массового поражения в Ираке, Штаты поставили на карту свою репутацию. И хотя вскрывшаяся ложь не повлекла на тот момент критических для Вашингтона последствий, ту пробирку им припоминают до сих пор. И по гамбургскому счету эта история очень сильно ударила по реноме США, от которого ныне остались одни ошметки. А в версию ответственности российского президента за резко возросшие цены американцы просто не верят, что подтверждают многочисленные социологические опросы. И Белый дом только теряет очки в глазах собственных граждан, продолжая упрямо повторять эту фантазию. В общем, в обычной ситуации использовать неправду в пропаганде надо не менее, а скорее даже более аккуратно, нежели в жизни. Именно поэтому для объяснения военных неудач в мире традиционно используются формулы вроде таких «Наши войска отступили на заранее подготовленные позиции для выравнивания линии фронта». Однако тонкая манипуляция общественным мнением не для Киева. Там бьют по площадям. Так что болезненное поражение, отступление ВСУ из Лисичанской и полная потеря территории объявлены украинскими властями не просто большим успехом, а аж рождением национальной военной школы. И все это во имя геополитических интересов Запада. Ну и европейских мечтаний для населения.